Добрый день, это программа «Свера в спорту» и микрофон Авера Власова. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о йоге, это всевозможные стойки, позы, выполнения которых кажутся совершенно невероятными и невозможными физически. Но правила спорта суровы, если мы ставим цели, то мы обязаны их достичь. О йоге такой, казалось бы, далекой, непонятной, загадочной о ее целях, мы беседуем сегодня с Натальей Шихминой, преподавателем йоги и йогатерапевтом школы-студии ВУ. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Итак, давайте сначала разберемся, что же такое йога, что из себя представляет ее культура. С чего начнем? Давайте вот с самого определения, как так получилось, что такая вот далекая культура проникла в Россию, в частности в Кировскую область. Йога вообще культура, принадлежащая человечеству многие-многие-многие тысячелетия. И сказать, что она имеет какую-то национальность, я бы, наверное, тоже сегодня не стала на этом акцентировать внимание, потому что культура йоги включает в себя совокупность знаний, навыков, умений, которые мы накопили. Человечество накопило уже многие тысячелетия, которые опробированы, которые накоплены и накапливаются. И мы продолжаем развитие в этой области. И, безусловно, йога включает в себя, как любая культура, включает в себя и вопросы психологии, физической культуры, и вопросы саморазвития, самосовершенствования. Поэтому йога – это огромный-огромный-огромный пласт знаний, навыков и умений, которые передали нам наши предки, и мы продолжаем ее культивировать сегодня. Я слышала, что йога развивалась именно как спорт, наравне, наверное, с Олимпийскими играми греческими. То есть примерно, может быть, в это же самое время, или, возможно, чуточку пораньше, но вот именно соревновательность такая там присутствовала. Вы слышали что-нибудь о том? Скорее всего, вы ошибаетесь. Да, потому что йога все-таки – это культура, которая не подразумевает соревновательность, не подразумевает какие-то спортивные дисциплины. Именно что такое спорт? Спорт – это достижение определенных результатов, это цели, соревновательность. Соревновательность даже, наверное, не столь важна. Ну, в любом случае, спортсмены, когда выходят, они выходят показать себя в сравнении с кем-то. В йоге же это напрочь отсутствует. Даже напротив, наверное, что человек соревнуется с самим собой. Вот каким я был и каким я стал. Вы правы? То есть это вот да, вот это… Да, самое, что мы всегда говорим всем, что действительно мы соревнуемся, только сравниваем себя с тем, каким мы были вчера. И если сегодня мы сделали что-то лучшее, то в этом и есть соревновательность. Мы никогда не сравниваем друг с другом себя, потому что мы понимаем, что каждый из нас от природы наделен совершенно разными возможностями, разными физиологическими особенностями. И поэтому каждый человек в этой дисциплине развивается относительно своего, своей природы. То есть все-таки сегодняшняя программа будет о таком спорте для себя, вот только для себя, не для кого другого. А я делаю это потому, что я себя люблю, потому что я стремлюсь к какому-то определенному мне. Мне же, да? Ну, если мы будем смотреть только эту сторону наших занятий, то, конечно, безусловно, мы будем говорить о каком-то внутреннем пространстве, внутреннем мире занимающегося. Безусловно, наше внутреннее пространство имеет отражение в нашем внешнем. И каждый человек, который занимается йогой, он, безусловно, излучает все изменения, которые происходят в нем, в атмосферу, в которой он присутствует. Будь то семья, будь то коллектив рабочий, будь то город, страна и наша планета. То есть появляются огромные, огромные запасы энергии, которые так или иначе все равно влияют на другие состоящие жизни. Можно сказать, это энергия, можно сказать, что это новое качество, это можно сказать, что это какие-то новые состояния рождаются у человека. И все это в совокупности дает нам определенную атмосферу, в которой становится лучше и приятнее. Вот это самое главное. Потому что любая практика, которая направлена на насилие, направлена на какое-то разрушение, она не приветствуется в практике йоги. И вообще в древних текстах, которые дошли до нас, существуют рекомендации для каждого занимающегося, как достичь каких-то определенных результатов в этой практике и как преодолеть препятствия. То есть одно из рекомендаций, одно из правил в йоге – это не носилие прежде всего. Не носилие не только к окружающему пространству, а прежде всего не носилие к своему телу. Поэтому все, что делает йога, он делает это с удовольствием. Вы знаете, я иногда пытаюсь на таком очень дилетантском, любительском уровне следовать каким-то практикам йоги. Но об этом еще поговорим. И вот у меня все время, поскольку практики у меня очень мало, катастрофически мало, вот эти вот фразы инструктора о том, что следите за дыханием, расслабьте все тело и делайте все без напряжения, она ставит некоторый такой вопрос. А как я могу делать это без напряжения, если это просто как-то нереально сделать вообще в принципе? Ну, ваш инструктор совершенно прав, потому что напрягаться не стоит. В йоге самое сложное – это прийти и расстелить коврик. А практика должна доставлять удовольствие. Когда мы начинаем осваивать асаны, безусловно, асана… Что такое асана? Вот, что такое асана. Что такое асана? Асана – это йогическая поза. Удобная поза, удобная поза. Конечно, мы можем посмотреть на всевозможный ассортимент йогических поз и сказать, как можно быть удобно в той или иной ситуации, когда твоя нога находится где-то около уха, там, или еще что-то. Ладно, если около, если за ним. Да, но поверьте, когда человек шел к этому осознанно, шел не спеша, и он осваивал это с пониманием и осознанием своего тела, если он чувствовал, что я могу сегодня пойти сюда, я могу пойти туда, я могу сегодня поднять настолько, и тогда тело, оно, конечно, отзывается. Когда же мы начинаем над собой эксперименты ставить, безусловно, у нас тело сопротивляется, оно не готово к этому. И надо добавить, что прежде чем осваивать ассану, удобную позу, необходимо, конечно, разобраться и со своим внутренним миром, со своим отношением. Минуточку, давайте здесь немножечко притормозим. Еще раз объясню, что, как я сейчас это вижу, йога состоит из таких двух макро-направлений. Первое – это наше физическое состояние, которое взаимодействует с другим направлением, это наше духовное состояние. Одно с другим настолько неразрывно связано, и мы сейчас начинаем разговор уже более подробно о физическом состоянии, то есть об ассанах, о позах, которые в йоге есть, они существуют, и постепенно будем переходить к нашему духовному состоянию и прослеживать эту взаимосвязь. Итак, физическое состояние. Проглашаем. Физическое состояние – это, безусловно, очень важное понятие. Что такое состояние? Состояние – это совокупность определенных наших тел, наших оболочек. То есть физической оболочки, энергетической оболочки, нашего мыслительного поля, там, где происходит формирование мыслей, мыслеобразов, наша мыслительная деятельность, и, безусловно, то тело, которое отвечает за эмоции. То есть та прослойка, та оболочка, где хранятся чувства, эмоции. И если все это разбалансировано, то, безусловно, войти в физическую позу и быть устойчивым вряд ли у нас получится. Поэтому, как мы говорим, в одну сторону можно идти, так и в другую. То есть мы можем идти от нашего эмоционального состояния, от состояния наших мыслей, наших мыслительных потоков, успокоив их дыханием. Мы начинаем дышать, мы успокаиваемся. И таким образом мы занимаем более устойчивое положение в пространстве. Мы можем занять любую позу и будем в ней стоять устойчиво, и нам будет приятно. То же самое мы можем сделать и в обратную сторону. Мы можем занять какое-то физическое положение, опять же добавить дыхание, и потихонечку наши эмоции, наши мысли будут успокаиваться. В йоге много разных асан, разных комплексов, которые могут действительно успокоить наши мыслительные процессы и привести нашу эмоциональную сферу в баланс. Давайте теперь об этом поподробнее поговорим, именно об асанах. Все равно мне сложно понять, как можно даже морально, духовно настроившись на ту или иную асану, на ту или иную баланс, просто взять и выполнить ее. То есть к этому все равно нужно подойти, нужна физическая какая-то подготовка. Физическая подготовка нам специально не нужна. Растяжка или нет? Вы знаете, это большое заблуждение, когда говорят, что гибкие люди, то есть вот йога, вы там должны быть гибкие, и все. И это не для меня, это неправда. Йогой занимаются люди совершенно разной подготовки, совершенно разного физического уровня, и здесь совершенно необязательно иметь какую-то подготовку. потому что мы опять же говорим о том, что не всем людям дано сесть на шпагат, просто от природы, и это не должно быть самоцелью, потому что мы идем через изменения в себе, через самосовершенствование. Вот именно когда мы свое тело начинаем, скажем, укладывать в какую-то асану, или ставим ее, и затем постепенно мы каждый раз достигаем каких-то новых результатов. Мы опускаемся глубже в наклоне, мы, например, можем приподнять ногу еще больше, или там руку завернуть куда-то в другую сторону. То есть здесь как раз каждый раз мы смотрим на то, что мы, чего мы достигли. И даже если вы не достигли того идеального образа с картинки или еще что-то, то вы в любом случае, если вы в удовольствии, и если вы что-то уже в себе увидели, какие-то изменения, это уже достижение, это уже здорово. И здесь возникает вопрос. Процесс, к которому мы идем, о чем мы сказали в начале программы, это как раз я, который был, я, который стал, я, который буду. Движение этого процесса зависит от того, насколько велико мы руку или ног заведем, или все-таки вот то или иное положение тела в пространстве и органов этого тела относительно друг к другу дает нам какие-то другие эмоции и ощущения? Вы знаете, все очень взаимосвязано. Вообще тело – это отражение нашего внутреннего мира. И когда мы с вами сидим с опущенной головой, с сутулившимся торсом, это говорит о том, что в нашем теле накопилась усталость, что-то есть. Да, есть блоки. То есть язык тела – это очень узнаваемый язык, его можно узнать в любой стране. И когда человек расслабляется, безусловно, в этот момент расслабляется не только тело, но и уходят какие-то ментальные зажимы, может быть, какие-то переживания. У нас даже существует иногда, когда мы занимаемся, мы говорим, к примеру, гибкость тела приводит к гибкости ума. То есть действительно человек, когда у него увеличивается угол разворота, диапазон движения, например, головы относительно его корпуса, это говорит о том, что его мировоззрение может увеличиться. Ведь действительно человек, смотрящий только вперед, если его шея не ворочается, он не видит то, что происходит справа, слева, и он не видит то, что происходит сзади. Но когда его подвижность улучшается, подвижность шеи, подвижность грудного отдела, он поворачивается больше, и он может видеть гораздо больше. Как это связано? Напрямую связано. Это связано так, что это буквально, мы можем с вами замечать, что человек, который становится более подвижным, он успевает больше, у него появляется больше энергетический ресурс. Чем больше мы делаем, тем больше мы успеваем. Совершенно верно. И я уже сколько раз убеждалась на своем опыте, что иногда бывает, что ты устаешь, и вроде кажется, что все. А только ты встал, пошел, прошел пару-тройку километров, и ты понимаешь, сколько в тебе появляется еще энергии идти дальше. Для тела, для нашего, это движение, это пища. И поэтому, когда мы занимаемся с нашим физическим телом, мы даем ему пищу, оно начинает жить, оно молодеет, оно не стареет, оно не болеет. И через преодоление дистанции, через какие-то нагрузки определенные, силовые, через растяжки, через наше тело проходит глобальное количество энергии, и оно просто вышибает, выхолощивает какие-то заторы, какие-то препятствия, все исчезает, и человеку становится хорошо. Наталья, вы сейчас объяснили буквально каждую программу, которую мы в этой студии создавали, спортивную программу, потому что в каждую среду в этой студии мы говорим именно о том, что спорт – это жизнь. И вы сейчас очень подробно объяснили, почему это жизнь. Потому что вот такие процессы в организме раскрываются. И, по сути, предела здесь нет, насколько я понимаю, как и у любых человеческих возможностей предела нет. Безусловно, единственное, о чем бы хотелось сказать, что нужно понимать возможности тела, и не нужно его перегружать. Очень часто… Все по степени? Да, да, от простого к сложному. Очень часто люди приходят в йогу, пытаясь, так скажем, занять какую-то красивую асану, идут на селфи, идут на какие-то прикольные фотосъемки или еще что-то, и идут через травмы. Вот это категорически нельзя делать. Потому что любая травма для тела – это удар. Травма, которая может остаться на долгие годы, и тело будет просто не давать возможности дальше развиваться. Причем, которая может быть внешней травмой, так и внутренней. Конечно, да, безусловно, травмы могут быть и глубинного уровня. Вот. Чем отличается, так скажем, йога от спорта, если вот мы возьмем, да, то в йоге, в принципе, очень часто я об этом говорю, что мы не выполняем каких-то таких упражнений, которые спортсмены не делают. Да, то есть у нас, да, действительно нет каких-то определенных нормативов, нет, так скажем, эталонов, но эталонное состояние или эталонное положение тела, оно присутствует в наших воображениях. И когда человек садится, к примеру, в позу лотоса, да, но она у него не получается еще, то есть еще не гнутся колени, еще тазобедренные суставы скованы, у человека есть страх определенный. Он закрывает глаза, успокаивается и представляет на своем каком-то экране внутреннем вот эту идеальную форму. И постепенно тело начинает двигаться. Оно стремится к этой идеальной форме, и человек вдруг через какое-то время ощущает себя уже на уровне состояния, а затем и физическое тело подтягивается. Физическое тело, оно самое медленное из всех. И оно ведомое. Оно, да, оно самое крайнее, так скажем. Начали мы с вами говорить о каких-то сложностях в физическом состоянии. Давайте сразу же напрашивается вопрос о противопоказаниях. И показаниях, соответственно. Кому можно, кому нельзя заниматься йогой. Можно заниматься всем, с любого возраста. Это единственное, что если есть действительно какие-то заболевания, которые ограничивают движение, или временное какое-то ограничение, которое вот на данный момент времени лучше побыть под присмотром врача, побыть дома и, так скажем, себя не утруждать. Как только вы почувствуете облегчение, ваши ноги и руки шевелятся, и вы готовы прийти, пожалуйста, противопоказаниями. Элементарно даже, если есть какие-то противопоказания по каким-то частям тела, органам, есть элементарно даже йога для рук. Есть. Есть йога и терапевтические комплексы, которые направлены как раз на реабилитацию, на восстановление после перенесенных заболеваний. А заболевания этих, я не буду перечислять, это весь медицинский справочник практически. И, безусловно, есть специальные комплексы, которые действуют на предупреждение таких заболеваний, появление заболеваний. Если есть какая-то заболевания. Да, но мы рассматриваем также появление заболевания в совокупности, опять же, состояниями эмоциональной сферы, нашей мыслительной формы и также нашего тела. То есть всё в совокупности. Человек, который живёт в гармонии со своим телом и со своими мыслями, эмоциями, очень редко болит. Очень редко. Кто из учеников Ваших может называться самым юным и самым возрастным учеником? Самый возрастной ученик в нашей школе – это дама 79 лет, которая ходит к нам на занятия. У неё была какая-то практика до того, как она приходила? Вы знаете, она занимается уже порядка 7 лет. То есть сколько мы существуем. Она пришла на занятия, потому что она в юности занималась физкультурой. То есть это была школьная программа, лыжи, бассейн. И вот придя в йогу, она дополнила, так скажем, свой спортивный арсенал растяжками, упражнениями специальными, специальными комплексами на предупреждение уже заболеваний, которые возникают в этом возрасте. Ну а самые юные – это у нас, ну как сказать, ну это ещё не родившиеся. Да, для беременных. Да, йога для беременных. Да, это малыши, которые, вы знаете, очень интересно, такие малыши нас потом очень быстро узнают. Когда они приходят нам на малышковую йогу или просто мама приходит в прогулки, заходит к нам в студию, эти дети сразу улыбаются, тянутся, они слышат голос, они узнают вот эти все вибрации, которые происходят во внешнем мире, которые были во внешнем мире, а теперь они уже с ними встречаются. Так, ну с физическим состоянием, вроде бы, мы разобрались. Ещё один маленький вопрос. Это школа равновесия, которая есть в вашем центре, которую вы тоже ведёте. Что такое школа равновесия? Какое именно равновесие имеется в виду здесь? Здесь имеется равновесие, баланс души, тела, состояние, эмоции. То есть человек приходит на занятия, и мы балансируем все его состояния, то есть приводим в какую-то идеальную индивидуальную энергетическую норму. Это и стандартные асаны из йоги, это могут быть суставные гимнастики, дыхательные гимнастики, танцевальные элементы, это могут быть медитативные практики. Ну, синтез огромного количества разных техник, разных упражнений, которые вот вылились в это направление йога равновесия. Это именно баланс души, тела и эмоций. Ну, раз о балансе поговорили, переходим непосредственно к душе. Физические зажимы, это всё понятно, и они выливаются зачастую в человеческом организме, так уж принято, в душевные какие-то психологические сложности, проблемы. Мы уже обсудили о том, как это может быть, если именно с духовными какими-то людьми к вам, проблемами к вам приходят ученики и люди, как с этим справляется йога? В йоге, я уже сегодня упомянула, что существует некоторый свод рекомендаций, определенный кодекс рекомендаций или кодекс законов, как мы называем, это природные законы, которые никак не разнятся с общественными законами. Это также рекомендации по тому, как вести, как проживать в обществе, как гармонично существовать. Это также морально-этические, нравственные нормы. Это правила по питанию, это правила по поведению. То есть, когда человек начинает эти правила включать в свой рацион, в свою жизненную деятельность, то у него потихоньку гармонизируется его состояние. Поэтому многие душевные проблемы или, скажем, какие-то недоразумения, которые случились с человеком, через практику они проходят, они растворяются. То есть что-то, что было очень важно, через какой-то момент, то есть заряд снижается во время практики, и человек на это смотрит уже более проще. Если необходима специальная какая-то консультация или определенный разговор, конечно, мы всегда рады пообщаться на эту тему и помочь человеку. Вы сказали, что есть свод правил. Но наверняка, смею предположить, это не совсем такие правила, которые нужно прямо, чтобы от зубов отскакивали, и нужно их прямо незамедлительно исполнять. Это ведь как-то иначе происходит. Расскажите, как принять эти правила? Да, это, ну, давайте назовем это рекомендациями. Да, рекомендации, ну, к примеру, мы уже упомянули, не навреди, да, то есть не наноси вред. Есть, например, быть правдивым. То есть быть правдивым, то есть не допускать не только лжи в общении, в своих разговорах, но и не допускать лжи относительно себя, не обманывать себя, не обещать себе того, чего ты не можешь выполнить. Ведь очень часто мы много себе обещаем и не выполняем, а наше тело этого ждёт. И оно тоже может обижаться, и тоже может отказываться что-то выполнять. Такие правила, как, например, не причинение вреда, такие правила, как, например, следование каким-то своим целям и задачам, проживание именно своей жизни, а не проживание чужой жизни, не вмешиваться, когда тебя не просят. То есть эти правила, они, собственно, существуют у нас в поговорках русских, в определённых сказаниях или ещё что-то. То есть это всё, что нам принесено нашей жизнью, традициями нашими. Отработаны уже веками. Конечно, да. И вот придерживание вот этих правил, этих рекомендаций, они, безусловно, помогают человеку в освоении и достижении каких-то физических вершин. А правда ли, что достигнув некоторого баланса духовного и физического, у человека уже начинают какие-то свои такие вот личные правила вырабатываться? Например, пристрастие к какой-то там определённой, может быть, даже вредной пище. То есть уже отсутствует потребность эту пищу употреблять? Да, такое бывает, такое случается. То есть нормализуется и питание, и отсюда нормализация. Безусловно, да. Это всё происходит с человеком естественным образом. Мы против того, чтобы… Давайте будем сейчас отговариваться, может произойти, а может нет, да, потому что у нас имеются противопоказания, как на сайте специалисты. Безусловно, правильное питание – это не обязательно здоровое питание. Мы говорим об адекватном питании, о том, что подходит именно данному типу человека, и то, что человеку действительно необходимо. То есть не нужно доходить до фанатизма, отказываться от каких-то продуктов. Безусловно, мы не знаем последствия, какие могут быть с данным человеком. Поэтому я считаю, что нужно разумно относиться к своей жизни, к своему телу, к своему питанию, и делать ссылку на то, в каком регионе живём, делать ссылку на сезонность, делать ссылку на то, что необходимо в данном возрасте данному человеку. Ну вот мы уже начали с вами разговор, кратко упомянули о том, чем йога отличается от спорта, ведь есть такое направление, как спортивная йога. Да, я знаю, что в некоторых городах это очень активно продвигается. Для чего это нужно, и почему вы лично не являетесь, я так понимаю, сторонницей данного направления? Ну, мы говорим, наверное, о йога-спорте. Такое направление, которое, да, оно зародилось изначально как раз в Индии с целью популяризации йоги среди населения. И было вынесено в такой вид, который можно было показывать. То есть это такой соревновательный. Демонстрационная версия. Да, 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 демонстрационная версия йоги, где, в принципе, йогины показывают асаны, определенный есть список асан, которые нужно показать. И существует жюри, которое оценивает правильность выполнения асан. То есть есть несколько номинаций в данном виде спорта. Есть это артистичность, оценивается правильность выполнения. Много-много-много разных аспектов. Художественная гимнастика, значит. Ну, может быть, да, где-то в какой-то степени, да. Как это смотрится, как это видится. И выставляются оценки, и, соответственно, распределяются места. Это очень популярно вот в Индии, популярно в Северной, в Южной Америке, в Европе появилось. И у нас в Москве Федерация йоги проводит такие соревнования по йога-спорту ежегодно. Не скажу, в этом году было или нет, но, по крайней мере, я об этом слышала и видела трансляции с этих соревнований. Ваше мнение? Ну, все имеет место быть. Если это необходимо, если это участвуют люди, это хочется, пожалуйста, это можете делать. Но основной принцип йоги, то есть, так скажем, мы не выпячиваемся. То есть, опять же, мы говорим о том, что человек занимается для себя развитием. Он не соревнуется в данном случае ни с кем. Поэтому очень часто приходят люди на занятия, говорят, «Я буду выглядеть как слон, я буду выглядеть как там еще что-то, я не гнусь там, ой, я не приду, ваша йога не для меня, у вас там все гибкие». И я всегда говорю, вы знаете, вы себе тут не завышайте самооценку, никому здесь не нужны, потому что каждый занимается сам для себя. И когда человек это действительно видит, что люди занимаются, многие с закрытыми глазами, уходят в свое внутреннее пространство, никому дела нет до того, кто рядом сидит. И поэтому, когда были случаи, когда приходили люди и пытались показать свои умения, как они выполняют класс на асаны, никому не было дела, и такие люди уходят просто, они не задерживаются. Эта демонстрация никому не нужна. Но я так понимаю, что вы компенсируете сопричастность к каким-то массовым явлениям, другими массовыми мероприятиями, хорошими, в смысле, массовыми. А готовится у вас фестиваль? Да, я хочу буквально несколько слов сказать о предстоящем мероприятии. В сентябре, 23 сентября, мы готовим провести фестиваль, пока рабочее название «Дело, тело, отдых, я, дети, праздник и семья». То есть все составляющие данного слогана мы будем обязательно предпредставлять. Это будут разные площадки, где будет и деловое общение, и досуговая часть, разные квесты будут, и будут обязательно программы про здоровый образ жизни, то есть это будут какие-то практики, это будут встречи с людьми, которые занимаются у нас в городе, представляют эту программу. Вот, и поэтому, придя на этот фестиваль, приехав в этот фестиваль, он будет проходить на территории Юркин парка и холла Мышнаты, и дети, папа и мама, каждый найдет занятие по душе. У нас будут площадки по фитнесу, будут площадки по физкультуре, нормы ГТО можно будет попробовать сдать. Это будут, безусловно, игровые какие-то площадки, но и самое главное, это будет деловое общение и зона личностного роста, где мы поговорим о том, как важно уделять внимание развитию себя, своего тела, развитию самосовершенствования, развитию себя как личности, потому что каждая личность становится членом огромного общества, и от того, каковы мы, таковы будет и общество. Начинать надо с себя. — Хорошая фраза. Наверное, на этом мы вынуждены закончить. Не знаю, что я попрошу вас еще это озвучить. Возрастные ограничения по участию в данном фестивале, как можно туда будет добраться, Юркин парк, это будет 23 сентября. — Да. Кому можно приезжать, с какого возраста? — Возраст не ограничен. У нас будет зона для совершенно маленьких, для молодых мам с малышами, подгузочная зона будет. Возраст не ограничен. Возраст на самом деле, да, в скором времени появится программа, список спикеров. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в этом фестивале, потому что всем, кому не безразлична судьба нашего города, судьба семьи своей, своего общества, своих близких, пожалуйста, приходите, обращайтесь к нам непосредственно в студию школы, студию йоги ВО, ко мне. И в скором времени уже в интернет-сети появится информация, и все контакты, все можно будет узнать. — Ну что, Наталья, спасибо большое за очень яркий рассказ, за это погружение в суть йоги. Я надеюсь, что многие для себя что-то полезное почерпнули в вашем рассказе. Итак, это была программа «Сверя в спорт». Сегодня гостей моей была Наталья Шихмина, преподаватель йоги, йога-терапевт школы-студии ВО. Наталья, еще раз спасибо большое. Благодарю вас, спасибо и вам. До свидания.